Теперь нам необходимо по заутюженному срезу стойки ровно укладываем и рисуем линию, по которой мы будем втачивать воротник. По горловине спинки детали кокетки стачиваем между собой. Закрепку не ставим. И стачиваем примерно на 0,3-0,5. Теперь нам необходимо втачать воротник. Совмещаем рассечки посередине. Стойку воротника строго на срез борта с одной стороны и также с другой. И распределяем воротник. По спинке практически без посадки воротник лежит. А вот в этом месте воротник мы чуть-чуть припосадим. Начинаем втачивать воротник. И будем втачивать по той линии, которую мы наметили. Вначале ставим закрепку. Стойку отворачиваем для того, чтобы не зацепить ее строчкой. Продолжение следует... Проверяем, чтобы не было заломов. Булавки я не вынимаю. Но, подходя к булавке, я прокручиваю маховое колесо и переступаю для того, чтобы не сломать иглу. Втачали воротник, проверили, чтобы никаких заломов. И для того, чтобы он у нас лег по шее, нам необходимо в закруглениях поставить рассечки, не доходя миллиметр до строчки. Продолжение следует... Теперь необходимо припуски втачивания воротника заутюжить на стойку. Продолжение следует... Продолжение следует... Совмещаем рассечки посередине и стойкой накрываем строчку втачивания воротника. Закалываем. Распределяем. Здесь припуски заправляем на стойку. И здесь тоже самое. Настрачиваем стойку на 0,2. Ставим закрепки. Спасибо. 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 С внешней стороны мы также захватили стойку на 0,2. Спасибо. 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 Спасибо.